5 тысяч школьников на оккупированных территориях Донбасса планируют поступать в украинские вузы. Помогает ли власть этим детям получить аттестаты для сдачи независимого оценивания и в итоге продолжить образование? Об этом говорим с представителем Министерства образования и науки Украины Ольгой Малышевой. Ольга Павловна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, давайте по порядку. Вот наша героиня София, она перевелась в школу в Киеве. Здесь она будет сдавать итоговую аттестацию и, собственно, проходить независимое оценивание. Как быть детям, которые сейчас остаются в зоне проведения АТО на территории Донбасса? Это 9-11 класс. Как дела обстоят с их аттестатами сегодня? Для нас очень важно, чтобы все дети смогли отримать документы про освятую государственную образование. Те дети, которые сейчас живут на темчасово окупованных территориях Украины. Еще на начале учебного года мы заявили, что любые документы, которые будут выдаваться на территориях, где украинская влада не здействует свои повноважения, не будут визнаваться. И такие документы просто будут нелегитимными. Поэтому мы рекомендували батькам, дитям рекомендували, чтобы они сделали певные кроки что до процедуры, что до отримания документов про освятую государственного образования. Что мы рекомендували? Дитям рекомендували зареєструватися на территории Украины, на подконтрольной территории Украины, на будь-якую форму навчания. Зокрема, запропонували таку форму навчання екстернат. Что нужно было сделать дитинам и батькам? Написать заяву до навчального заклада на территории, которая контролируется украинской владой. Заяву можно было написать в электронном виде. Это не обязательно, чтобы была особистая присутность батьков или дитини ехать до навчального заклада. Для того, чтобы спростить таку процедуру, мы разместили перелик навчальних закладов, рекомендованих для экстернатной формы навчания. Такие навчальні заклади у нас сегодня есть в каждом невеликом населенном пункте, в каждом месте, в каждом районе, в каждой области. То есть перелик навчальних закладов достаточно большой. И батьки, их дети могут обрати будь-який навчальний заклад, який им больше сприятливый. Это может быть там, где проживают их жители, их родители. Можливо, есть друзья на территории. То есть это право батьков обрати навчальный заклад. То есть мы говорим о том, что необходимо выбрать школу, в которой ученик будет прикреплен для сдачи экзаменов экстерном. Да. Я так понимаю. Как это будет выглядеть? Вот ученик приезжает, это будет некое тестирование и оценка по тем предметам, по которым он будет сдавать внешние оценивания, или по всем абсолютно? Ну, звичайно, учень має привезти, если у него есть возможность, надать документы, которые подтверждают его оборудовательный уровень. Втім, если нет такого документа, в учебном закладе, где зареєстрированный экстерн, проведут его речные оценивания. То есть, собираются школьные вчители, складывают экзамен, экзамен из предметов, предмети инвариантной складовой навчального плана. И, кроме того, это проходение державно-підсумковой аттестации, которые уже загально признаны, и это экзамены из украинской мовы и литературы, как уже говорили, которые дети складывают 24 квитня. Это державна-підсумковая аттестация, вона проходить у виглядя внешнего независного оценивания. То есть, можно сказать, что дитина уже обовязково має зареєструватися и в Центрі, и в Украинском Центре Оценивания Якостей Освити для проходения внешнего независного оценивания. Потом дети складывают экзамен из математики или истории Украины за выбором, и один экзамен, который они выбирают, так же сами. Нам перед эфиром поступила такая информация, что если ребенок не сдает первый тест по украинскому языку, то к последующим тестированиям он допущен не будет, и это может повлиять на получение им аттестата. Правда ли это, или это, возможно, какие-то пугающие слухи? Дитина в любом случае має скласти все экзамены, все предметы, которые предбачены навчальным планом, має обовязково пройти державную підсумковую аттестацию и будет визначаться, я не знаю, что за информация, и чтобы не отримать аттестат, такого мы не предбачаем. Мы вважаем, что все дети, которые выйдут на территорию, которые контролируются украинской властью, должны отримать документы про освобождение государственного уровня. Ольга Павловна, известно ли уже Минобразование, как будет происходить вот этот вывоз детей? Будет ли это централизовано под контролем? Ли это будет СБУ или МВД? Каким образом будет обеспечена детям безопасность на блокпостах? Потому что, к сожалению, не на всех участках, скажем, Донецкой области, Луганской области сейчас мирно и спокойно. Ну, звичайно, это не компетенция Министерства освіти, оскільки ви знаете, что перетин зараз лінії розмежування, звичайно, потрібна перепуска для того, чтобы переезжать в этот кордон. Втім, Министерством делается все возможное для того, чтобы спростить эту процедуру. Мы даже, знаете, пошли на такие непопулярные кроки, мы запропоновали, чтобы дети, которые не могут тривали часу отримать перепустки, вернулись до Министерства освіти. Мы через Министерство освіти формуем документы этих детей и направляем уже в соответствующие компетентные органы, которые спросят саму процедуру перетину цією лінії розмежування. Оскільки, ну, дійсно, є такі нарекання, що діти по півтора і два місяці не можуть отримати таку перепустку. Документи надходять до Министерства освіти, ми їх опрацьовуємо, оскільки, ну, бувають багато, знаете, зауважень, немає заяви, десь забули подати запрошення з Українського центру на проходження ЗНО. Тобто, є різні такі моменти і, можливо, компетентні органи, які мають це робити, не вчасно повідомляють дітей, що у вас немає того чи іншого документу. Ми виходимо на прямий зв'язок, кажемо, що ще потрібно дослати, вони нам надсилають і ми формуємо цей пакет документів і передаємо. На сьогоднішній день у нас батьків дуже багато звертається, і ми допомагаємо дітям у перетині цієї лінії розмежування. Якщо все-таки дитина не отримав по якій-то причині пропуск і не змогу з'явитися на ітогову атестацію в школу, в якій він був закріплений, означає ли це окончательно, що атестат в цьому році він не отримує? І які є варіанти виходу з такої ситуації? Звичайно, якщо дитина з тих чи інших причин не змогла прийти на державну підсумкову атестацію, чи вчасно з'явитися до навчального закладу, в кожному конкретному випадку, звичайно, будуть розглядатися ці питання і терміни, додаткові сесії будуть створені. Але всі діти, які вважають отримати такі документи, звичайно, мають отримати ці документи державного зразка. А що касається не випускників, а шкільників, скажімо, п'ятих, шестих, седьмих класів, які цей учебний рік знаходилися на території неподконтрольной України, вони не будуть здавати ніяких екзаменів в цьому році, значить ли це, що цей учебний рік їм не буде засчитан? І взагалі буде ли офіційно вважатися, що вони цей час ходили в школу і отримали якісь знання? Для таких дітей, для дітей перехідних класів, ми не наполягаємо, щоб вони обов'язково виїхали в цьому навчальному році і завершили той навчальний рік. Для таких дітей, знову ж таки, якщо батьки матимуть бажання в наступному навчальному році перевезти дітей на територію, яка контролюється українською владою, звичайно, точно також в формі екстернату, вони здадуть і спити і точно також зможуть продовжити навчання в будь-якому навчальному закладі. Тобто це ж не залежить від того, що якщо дитина з тих чи інших причин не змогла здати оцінювання, пройти оцінювання річне, то це не зараховується. Ні, буде зараховуватися цей навчальний рік за рівнем його успішності. Тобто, якщо він, звичайно, іншого не може бути просто. Спасибо большое. Я напомню о том, как получить аттестат українського образца школьникам з зоны АТО. Ми говорили с Ольгой Малышевой, представителем Министерства образования України.